Риски, которые могут ожидать, скажем так, кусырецкая пространство. Во-первых, я об этом говорю, что я не ставил по сравнению с такой важной ценностью. В итоге общая процесса, что общая избирательная права говорила о том, что всеобщая избирательная права появилась реальная стыдность в всеобщей избирательной жизни после коронированной войны. И, конечно, с разъединением всеобщей избирательной права существенно изменилась стратегия политиков из стран, где она сформируется. Политик должен, в первую очередь, наверное, ждать в голосах своих избирателей. И в этом смысле ограничивать себя на идее некоторых с точки зрения массовой избирательной права. Это, конечно, очень серьезное ограничение. Потому что в этом случае, если вы постоянно ориентируетесь на посрочные цели, и, между тем, проблемы начинают накапливаться, то в какой-то момент это может привести к применимых признакам безорганизации, без стабилизации. И, в конечном итоге, вы начинаете проигрывать глобальный мировой экземпляр. Значит, теперь, когда речь идет о рисках, рисках как раз эти предельно паски, вы проигрываете. В глобальной мировой версии вы начинаете теряется как внутренний, так и внешний, так и внешний. И, в основном, я признал исследовать на этой средневотовольности население к тому, чтобы ориентироваться на те нравственные политические ценности, которые, в том числе, являются имманентными для данного государства и общества. Значит, если говорить о том, что должно быть сделано в ближайшие годы, я сказал, что приоритетом является вежливость. Значит, это адекватная важная деятельность и социальная политика, и независимость и ерунда системы. Более подробно, это я осказываю не один час. Евроинтеграция – это краткосрочная? И она краткосрочная, чем таможенная союзная? Или так нельзя? Дело все в том, что Украина же не евроинтегрируется. Значит, Украина подписывает зону свободной торговли с Евросоюзом. Мы понимаем, что Украина некоторое время тому назад приняла решение о вступлении в ВТО, а сейчас заявила о необходимости пересмотра 271 товарной позиции по мерам тарифной защиты. Что касается выбора зоны свободной торговли, то если вы посмотрите хотя бы на технические регламенты, в котором должна следовать Украина, они начинают серьезно ограничивать возможности поставки этой продукции перед темным союзом. То есть, когда вы начинаете уже в деталях работать, в содержании, то выясняется, что внешне это все выглядит как очень пристойно, рынки там много открываются, становятся более привлекательными, скажем, для инвестиций. Украинская экономика, но когда вы принимаете такое решение, вы же понимаете, что за ним может последовать, например, экономический спад. Ну просто потому что какие-то рынки у вас откроются, какие-то рынки у вас закроются. Значит, вы на этот период готовы обеспечить, как минимум, тот же уровень жизни для населения, тот же уровень социальных обязательств, те же самые программы, которые ранее вами приняты? В течение какого периода этот вызов для вас будет вызовом, а потом через какое-то время трансформируется в преимущество? Кто-то говорит, что преимущество подписания соглашения на зоне форума торговли начнет о себе говорить после 2020 года. И что касается таможенного союза, то понятно, это уже все подтверждают, что это будет краткосрочный эффект. Может быть, краткосрочный, может быть, краткосрочный в дальнейшем трансформируется в краткосрочный. Но краткосрочные выгоды и эффекты понятны. А отступление от подписания зоны свободной торговли с Евросоюзом, от подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, по-видимому, экономические преимущества, они проявят себя не сразу. Это абсолютно, с моей точки зрения, политический вопрос. Это вопрос политического чутья, вопрос выбора и политиков, и населения. Ну, тут можно только лишь предложить подождать развязки. Володя, ваш вопрос был первый. Вы разговаривали, да? Я же всегда говорил профессионал. Я просто наехал. Да, правильно сделал. Я пропонюю, что лезть каву и додому. Я все, главное, ты, кто... Ты попит, но я все просто посути и пить. Не знаю, ну, проще так. Зубри журналісти. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.